Вот сейчас от лагеря отогнали с братом Виталием, там лагерь, и подогнали коров сюда вот, к водопою. Здесь вот, вот этот наш костровый пруд, вот у нас слив здесь, на котором мы работали недавно. Брат! Виталий! Вот так вот, иди, чтобы они в ту сторону направлялись, вон в ту. Показать, тут бобровая норка есть. Ой, домик, катка, вернее, я тебе говорю, норка. Норку это он делает в береге, когда... Вот здесь вот, такая мощная сооружение сделана. Был бы я в болотниках, я бы поближе подошел, показать вам. Так я не подойду, конечно, тут сразу начерпываю собаке себе. Вон, такое. Вон, где-то чуть больше метра, наверное, мощная такая. Отаскал он тут камышей, веток, видимо, различных. Господь дает погодку, хорошую такую, прохладную в то же время, и дождя нету. А то самое, то меньше и потеть будут, будешь когда бегать. Тут-то что не пасти. Вот я когда на Урале жил, там у нас сосновый лес в основном. А там сложнее, когда через лес прогоняешь коров, куда-то выгнать их на покос какой-то, на паскотину. Все на виду у тебя. Ну, только что где-то в кустах там крапива не застрянул. То есть здесь намного удобнее пасти. Брат, когда хочешь коров гнать, всегда задних старайся подгонять, чтобы они от передних не отставали. Именно когда перегоняешь. А? Ну, посчитай. Я 38 насчитал. Ну, надо более точно, чтобы точно знать, сколько чего. Сколько кого их, говорится, коров этих. О, такое небо. Огрозное такое. Кажется-то даже низким, что легко можешь дотянуться на него. Он в игре барбашат и рега оставлено в поле. Зерно на него возят, горох возили. Я там еще убирать буду. Сейчас вот дождик пока помешал. Ну, вот так вот. Вот стоят коровки. Ну, что-то встал. Вперед. С ювелисовыми копытами. Божье творение. В каждой работе нужен навык. Ну, и, конечно, без любви к работе будет сложно все делать. Какая-то птичка, что ли, лежит. Ну, все, пошли, вперед. Коровки, вперед. Вот так, когда ходишь, это называется челночным методом. Туда-сюда. Как вот Игнатьевич говорил, что собака бегает челночным методом. Твоё место в основном всегда как пастуха сзади. идти, стадо. А только если они куда-то уклоняются, да, подошел, подогнал их и опять назад зашел. Чтоб ты сзади шел, подгонял их. Все, которые отстают. Сейчас вот телят хорошо нету больших, этих маленьких. Будет маленький телят, они вообще нету. С ними сложно очень. Вот этот край подогнал и сразу вот так обходи, и тот край начинаю направлять. Потому что они сейчас в другую сторону пойдут. Вон туда, вот туда. Через первый мостик погоню. А у нас дорога вон идет, насыпная. Первый мостик. Но мы не по самой дороге погоню, а через лага погоню, потому что они там, ну, копытами своими все равно дорогу разрушают постепенно. В лагах сейчас воды столько нету, как раньше было. Тут можно спокойно пройти по ним. Все, сейчас здесь, брат, заходи. Смотри, крапивы. И вот так вот постепенно подгоняешь, подгоняешь, ходишь их. Тут, главное, цель выбрал, а уже потом смотришь, как гнать их туда. К этой цели. Почему очень удобно пасти, когда идешь на дальнее расстояние? Чем удобно? Тем, что корова устает, то ее прогнался хорошенько, она пришла на место и спокойно ест там. А если будешь где-то поблизости пасти, постоянно приходится их кружить на одном месте, чтобы они у тебя никуда не ушли. Как у нас в армии говорили, чтобы солдат меньше думал о доме, его надо занимать работой всегда, чтобы он в праздновании проводил время. Ну и так же вот с коровами, чтобы они... Сейчас туда нагоним, они там найдятся вдоволь. Ну, конечно. Кто это такой тут появился, что нас гоняет опять? О, видали, расшевелился. Там, где овечки, сильно коров не гони, иначе они бодать начнут сразу. Ну что же, Виталий, в принципе, сообразительный, сообразит как пасти. Главное, сейчас я ему сегодня покажу, куда можно гонять, куда нельзя. Иначе он поймет уже все остальное. Главное, конечно, держать их во внимании, то, что в поле зрения, чтобы были все коровы, у тебя овечки коровы. Иначе, можешь потерять где-то их. Ну, слава Богу за все. Ну вот, мы подогнали вот тут вот, через первый влог проходим большой. Вот, Виталий вон стоит. Я ему сказал, немножко дайте направление им через лог идти, и стой, жди, когда они пройдут. Потому что сильно их надавить нельзя, иначе ноги могут повредить себе. Коровки переходят. Постепенно, постепенно она пройдет. Вот, которые отстали, их подгоняю уже. Постепенно. Вот, овечки прошли. Это вот дорога, он там идет, вот, вон, конечно. Вот, со стороны нашего потерявки уже. Вон, храм, вдалеке виднеется. Ветер появляется. Ну все, бычок, давай, иди. Хватит лопать тут, стоять. Успеешь еще. Ветер. Пошел. А? Ну как, смотри, где-то, поменьше воды. Проходи. По кочкам. Может, проскочим. Ищи получше место. И обходи. Это, конечно, глубоковато. Твердые кочки ищи, где можно вступить. Я тоже иду сейчас. Тут более-менее нормально. За счет их шеи. 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 Все, брат, с правой стороны обходи. Все, брат, с правой стороны обходи. Надо побыстрее, брат, а то они сейчас через дорогу туда уйдут. Тут не походишь пешком, бегать надо. Они уже пошли через дорогу сразу. Сейчас я ему посоветую. Поехали. Поехали. Вот так примерно сейчас прямо их туда толкай, чтобы они перешли этот лох. Поехали. Поехали. Все, все, сильно не заворачивай, брат, иначе они у тебя в другую сторону пойдут. Сильно не заворачивай, сейчас в эту сторону иди, чтобы они пошли в ту сторону у тебя, прямо, а они у тебя влево ушли. Поехали. 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 Вот эти цветочки. Интересно, что очень хорошо дыхание развивается, побегаешь когда за ними. Ну и жирок спадывает, пусть и лишний есть. Все-все, нормально, брат, нормально. Все. Сейчас вот этих подгоняю и все, задних. Когда через лог переходят, не гони их, пускай постепенно. Пускай идут. Вижу, они опять уже уклоняются. Все, брат, вот так обходи в мою сторону, сюда, сзади. Подгоняйте их и заворачивай, а то они опять пошли куда не надо. Надо туда, вот туда, прямо, прямо, прямо вон туда. Нет, куда ты пошел-то? Ты на меня сейчас иди. Они сейчас у тебя вправо уклоняются. Их надо вот так прямо туда пустить, чтоб они пошли. Обходи, обходи с правой стороны, там овечки уходят. Если хоть одна корова пройдет через камыши, остальные пойдут следом за ней. Вперед, брат, пройди, посмотри, как там с водой обстоит дело. Много там воды, нет в камышах. Я-то хотел, чтоб они там подальше прошли, там вроде поменьше, вот вон там вот. Они еще уклонились опять сильно. Ну да, здесь они, видимо, не гоняли их, наверное, скорее всего. Хотя вот тут есть проход. Ну, здесь промыв. Посмотрим сейчас. Надо посмотреть, сколько воды здесь. Если много воды будет, то лучше сюда их не гнать. Ну что, пройдут, да? Пройдут, наверное. Да-да, брат, пройдут они. Ладно, давай направляй их сюда. Пройдут. Все, сейчас сзади заходи и направляй их. Они могут и в другом месте пойти. Если пойду в другом, значит пускай там идут. Второй, там где дорога насыпная большая, высокая. Увидишь. Ну там же дальше по дороге. Через Бугуру перейдем, так второй мостик будет уже. Ну это дамба называется вторым мостиком. Высокая. 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 Видео. Пройдут. Не принимайте. Что заходить надо? Дамба. Погнали. Все, заворачивай их куда? Овечек-то гони сюда, в эту сторону. Ну да, туда вот их толкай. Виталя побежал, брат наш. Вот попасешь в коровок и поймешь, что такое, чтобы молоко привезти домой, чтобы корова принесла молоко в дом свой. Что значит, сколько трудов надо для этого потратить. Когда на лошади, конечно, легче. Лошадь быстрее. Вот он направляет их. А я сюда сейчас зайду. Направление переступлено. Все, все, Виталь. Все, сейчас с этой стороны обходи, остальных подгоняй. Вот так, в мою сторону отойди. И чтобы они сюда пошли, сюда их направляй. Все, с правой стороны заходи и прямо толкай их. Все, сильно не гони. Все, все, все. Овечек не толкай. Все, они уйдут. Сейчас в левую сторону иди. Подгоняй постепенно. Они сейчас поймут, что ты их туда вперед толкаешь. Они пойдут. Овечки, ты куда фига? Смотри, твое стадо овечек. Ну они обойдут. Ладно, пускай идут. Им тут проще. Если корову пьют, то пускай пьют. Не гони тогда их. Вот вода тут прибыла недавно. У нас была вообще маленькая лужа. Мы тут проезжали, когда в Корчино с братьями ездили, дрова кололи. Вообще, маленькая-маленькая лужа стояла. Сейчас дожди прошли, вода прибавилась опять. Коровки отстали. Ну и все, постепенно научиться, сбежу помощь. Молодец. Я ему советовал, когда через лог переходит, сильно не дави на них, чтобы они постепенно перешли, чтобы не повредились. Все, брат, ты можешь сам здесь перейти, если там не пройдешь. Вот у нас жерди наши по цвету флага российского. Белый, синий, красный. Не-не-не, мы делали красный, синий, белый. В порядке. Да, хорошо развелось тут опять. Я думаю, тут воды мало будет. Вот. 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 Это витая там в камышах бредет. Не видать его даже. А, коровки идут еще. Все, брат, сейчас их вот так вот и туда направляй. С правой стороны обходи и туда их толкай. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok